Всех приветствую! Сегодня 20 февраля, заканчивается эксперимент на Маркорме. Птицы сегодня 50 дней, вечером будет взвешивание. Едят они ПК-6.2. Так, температура... 20... 17... Ну здесь вот 19, где-то 18 будет на среднем ярусе. Так, вентиляция включена, работает по таймеру. Вытяжной вентилятор придушен диммером на минимум, так как птицы мало. И воздух здесь свежий. Птицы сейчас где-то порядка 78 штук осталось. Понос не прошел бесследно, падеж этой партии очень большой и уже равен 20%. Сколько мы потеряем еще птицы в процессе содержания на зерносмеси, да? 5-7 дней мы еще будем держать ее на зерносмеси, неизвестно. Но претендентов, я вам скажу, масса. Масса претендентов. Причины падежа я вам озвучу чуть позже. Так, по помету. Помет, как мы и говорили, нормализовался, да, на ПК-6.2. Помет нормальный. Вот лежит какаха на сетке. Когда она проваливается в сетку, то помет несколько, так скажем, измельчается, видите, дробится. То есть, не смотрите, что он такой, как сказать, рассыпчатый, да, это по причине прохождения через сетку. А так, какует сформированной, такой плотной, хорошей влажностью, какашкой. Вот клест, смотрите. Я его не убирал, посмотреть, что будет. Вот вырос, но, конечно, он очень мелкий. Так, что сказать. На ПК-6.2 птица заметно выросла. Ну, прям вот заметно. То есть, за какие-то, с какого там, получается, 42-го дня, да, за 8 дней она здорово прибавила. Если бы она так росла на ПК-6.1, то результат, я думаю, был бы совсем иной. Вот, ну все, в общем, мы сейчас, не сейчас, а вечером уже взвесим птицу. И расскажем вам, какой результат получили по весам на маркорме, на программе кормления от маркорма на 50-й день. В брудере подрастает следующая партия. Ей уже тесно, мне нужно пересаживать, по идее, наверх. Но верх у меня занят, видите, потому как опять у нас эта партия растягивается по времени. Мы сбились еще на той, это усугубило. В общем, их я буду пересаживать после взвешивания на нижний ярус, а на верхний буду переводить новую партию. Друзья, ну вот и подошел к концу наш эксперимент по выращиванию брулера на маркорме. Сегодня 50 дней, последнее взвешивание. Давайте взвесим, посмотрим, что у нас получилось. Так, взвешиваем мы нашу контрольную группу сначала. Вот как раз вот тут опускаемся. Так, по нулям показывай. 335. Так, есть. Сюда его. Так, въезд сейчас 50 дней, по нашей таблице должно быть 3250. То есть, как видите, как я и сказал, на БК-6 они... БК-6-2 они здорово прибавили. Так, вот еще один. 6-230. 3. Ой, 6... 3-230, да. Или ты уж складываешь. Да нет, я в уме, наверное, складываю просто. Так, сюда. Так, и еще один. И где-то я здесь его видел. А вот он, может, перешелся. Вот это маленький. Не хочет. Очень не хочет. Молодец какой. Это девочка. Ой, совсем да. А эти петушки, да, там что-то похожи? Вот этот не знаю. Кстати, может, тоже девка. Так, сколько? 2-220. Ну, тут-то петушок точно. Так, у нас технический перерыв. Сейчас нужно убрать то, что тут они наделали. Ну, пока за ними посмотрим. А что на полусогнутых-то ползешь? Продешься, партизан? Так, покажи нижнюю дверку. Вот эту? Да, посмотрите. В общем, птица вся разная. По размеру я имею в виду. То есть, однородности как таковой нет. Она сильно не видна. Не видно, да? Ну, вот. Ну, давай, смотри. Так вживую видно. Вот это поменьше вот она. Так, что поменьше птица в клетках больше. Ну, допустим, вот смотрите. Вот такого размера, среднего. Ты самую крупную выбрал, Саш. Да? А, ну нет, ну 3, хорошо. 3,75. Пока их будет 3. Это тоже, да. Такой он, крупненький. Ну, вот. Ну, посмотри, я не знаю. Вон там, вот видите, вот сзади сидят, они мельче, допустим. Ну, давай вот среднего яруса. Вот сидит, который, вот хватай ее. Не, ну это вот больная птица, ее даже нечего это самое взвешивать. Вот посмотрите, по ней видно сразу. Я не знаю, доживет ли она до забоя, вряд ли. Вот, это не показатель. У нее, да, водянка. Так. Ну, вот курочка, допустим. Ну, давай все толкну. Давай еще толкну. Вот, молодец. Вот курочка. 2,230. Вот таких много. Вот, посмотри. Да? Согласна со мной? Да. Так, это вот согласна. Таких много, короче говоря. Так, ладно, давайте вот эту сторону посмотрим. Сейчас здесь повешу. Так, здесь у нас... Чего у нас здесь? Пусть покажет. Где они спаркнут? Кстати, у меня есть. Сколько? С метками. Вот, я вижу одна. О, видишь еще одну. Вот, иди покажи. На. Не доставай. Отойди-ка. Вот, в принципе, еще одна. А, смотри, красава. Это наш как раз с колечком. Да? Да. Давай взвешу. На, держи. Это тот, который, я предполагаю, у нас 40 дней. Помнишь, подозрение на водянке было? И вот она развилась. Здесь даже можно не скрывать, это водянка. И синий он. Я посмотрю, как крупный. 2,215. Да. Так, все, значит, это у нас... Пересаживаю вниз. Да, пересаживаю его вниз. Так, осталось у нас с кольцем двое, да? Здесь один. И здесь второй. Где? Вот там два кольца, я вижу. А, вот он один. Без табуретки неудобно забирать. Я забираю с табуретки более аккуратно получается. Так, 2520. Вниз? Вниз, да. Должен весить 3,250. 2,910. 2,95 был. Все, да? Да. Ну, давайте. Вот сидит девочка. 2,510. 2,510. То есть, вы понимаете, это даже 2 килограмм кошки не будет. Да, это 1,810. 1,810. Кого-нибудь оттуда возьмем. Так, вот петушок сидит. Ну, он совсем, мне кажется, маленький, нет? Маленький? Да, мне кажется, малыша. Нет? Нет. Ну, вот посмотрите, они вот здесь все такие. Ну, а вот тут вот, за малышом вот тот вот. Нет, ну мы что, крупные, понятно. Нет, крупные они. Да, этот он крупный, более-менее. Крупные они будут, естественно. Но основные-то... Не хочет. Основная масса-то мелкая. Ну, вот смотри, хоть вот так хоть немножко. Ну, как те, с той стороны. 3,210. Кстати, на второй полке жил. Да? Ну, вот эту малышку давай, которая сидит ближе всех. Вот смотрите, вот здоровая курица. Здоровая? Вот, по всей видимости, с проблемой. Ну, это, да, воробей. О, водянка. Угу. Видите, да? Да. Все, короче, с этой партией, я не знаю, сколько брать товарной курицы. 2 килограмма. 2,90. 2 килограмма. То есть это где-то 1,3 кг. Нет, это не серьезно. Ну, вот они, смотрите, в принципе, я не знаю, ну, вот эти вот по 2, наверное, да, будут? Тушки? Не тушки, а... Весом? Весом, да. Живым? Мне кажется... А, я думаю, ты вот на этого показываешь, он побольше. Это побольше. 2... Ну, кило, вот 900 тушку будет. 2,600. 2,800. Так, вот девочка сидит. Ладно, просто хватит мучить, то они и так стрессуют. 2,800. Вот 2 килограмма тушку дали. В общем, вот, смотрите, как бы вот веса такие, что самое большое у нас сколько было? 3,200. Ну, и 3,200. Что-то там, 50, да? То есть это, получается, 2,5 тушка. Но это крупные петухи, а их малое количество. В основном, вот вы видели там, 2,500 где-то, да? 2,600, я вот так смотрю. Ну, вот 2,800 мы взвешивали. Ну, короче говоря, где-то тушка в районе 2 килограмм будет. Вот. Но вопрос в другом. Вопрос, сколько мы еще потеряем их до момента забоя. Так, по падежу, смотрите. Значит, последнее взвешивание у нас было 40 дней. Там у нас оставалось 87 цыплят. С 40-го по 50-й день у нас, ребята, погибло 10 штук. 10 штук погибло, значит, из-за водянки погибло 4. Из-за невыявленных причин, ну, назовем СВС, синдром внезапной смерти, 6. И вот сейчас, видите, получилось как? Это неспланированная акция. Вот этот вот цыпленок, который у нас был отмечен кольцом, мы его хотели сегодня взвесить, но взвесить его не удалось, он погиб. Это 11-й. То есть, получается, у нас сейчас на данный момент осталось 76 штук. 76 штук было в районе 100, я вот точно не помню, по-моему, 98. 98, по-моему, их было. Но давайте грубо, если это 100, то 76 погибло. Даже если 98, пускай, это 22 штуки погибло, правильно? Значит, 22 штуки. И сколько их еще погибнет? Ай, они погибнут. Я просто вижу, что каких-то мы не досчитаемся, до забоя не доведем. Кто у нас, ну, дай бог, 70 штук дойдет до забоя, а то и меньше. И, получается, падеж у нас составил 30%. Это очень плохо. Вот, причины. О причинах я не могу сказать 100%, какие здесь причины, потому как от чего возникает... Что там? Вон он стоит. Ну вот, это клест, который уже на подходе, еще и плюс у него водянка, наверное, по всей видимости. Ладно, отвлекся опять, значит. Причины какие? Сказать сложно. Тем, кто, значит, утверждает, что водянка от вентиляции, здесь вот новая система вентиляции. Работала как положено. Отлично, воздух чистый. Водянка есть. В общем, на водянку влияет все, я так понимаю. Во-первых, это генетически предрасположенное заболевание, и мы с ним можем бороться, только вот нивелируя, создавая оптимальные условия содержания птицы. Я так понимаю. Думаю, что вот на такую ситуацию, в виде падежа из-за синдрома внезапной смерти и водянки, все-таки здесь оказал корм, наверное, отчасти. Отчасти или полностью, или он вообще здесь ни при чем, я не знаю. Мы, наверное, это сможем понять с вами по партии, выращенной на другом корме, я так понимаю. Мы их сейчас будем пересаживать, заселять на верхние ярусы. Этих я буду пересаживать вниз. Вот. И будем уже наблюдать, как бы. Ну, короче, что я могу сказать. Мы на той партии предыдущей, 200 штук, когда она здесь сидела, тоже на марк-корме, на обменных мешках, если помните. Значит, там у нас падеж был небольшой. Мы радовались, что небольшой падеж на партии. А вот на этой партии все получилось иначе, по-другому. Я это все-таки связываю, может быть, с тем, что в той партии у меня, если помните, птица сначала ела ПК-6-2, то есть в период подросткового возраста, когда у нее становление организма происходило, она еще ела корм хороший, скажем так, да. А потом уже вынужденно я кормил тем, что заменили, и он оказался, ну, что-то там не так оказалось. И у меня птица поносила, но мы эту партию довели, она ничего такая получилась в итоге, нормальная, значит, все. А вот это, получается, после ПК-5-2 они стали кушать вот этот корм ПК-6-1, который на раннем возрасте птицы, более раннем, чем предыдущая партия, вот вызвал расстройство желудка, которое, возможно, и привело к такому результату. Если бы корм хотя бы даже местами был поменен, может быть, результат был получше, как в предыдущей партии. Но здесь вот так. То есть слабые особи погибли, короче говоря. Не знаю, насколько это можно, теорию, принять за истину, не могу сказать. Все, друзья, делайте выводы сами. Мы показали, как у нас выросла эта партия. Условия, как могли мы для ее выращивания создали оптимальные, на наш взгляд. Вода, вентиляция, температура в курятнике. Старались, как положено, все делать. Думаем, что у нас получилось. Но результат таков. Что здесь, в чем причина в неправильном нашем содержании или корм как-то повлиял, сложно сказать. Мы это, возможно, узнаем по следующей партии, которая на другом корме выращивается. Посмотрим, что там будет, какие потери, какие результаты. Сравним и сделаем тоже выводы какие-то. Все на этом. Спасибо за внимание. Всем пока. Спасибо.